Третья книга царств, глава семнадцатая И скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню. Пошел, и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, и из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне, встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И встал он, и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки твои. Она сказала, жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. И сказал ей Илья, не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, мука в кадке не истощится, и масла в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она и он и дом ее несколько времени. Мука в кадке не истощалась, и масла в кувшине не убывала по слову Господа, которое он изрек через Илью. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Ильи, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. И сказал он ей, дай мне сына твоего, и взял его из рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И воззвал к Господу и сказал, Господи Божий мой, неужели ты и вдове, у которой я прываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? И, простершись над отроком трижды, он воззвал Господа и сказал, Господи Божий мой, да возвратится душа отрока сего в него. И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья, смотри, сын твой жив. И сказала та женщина Ильи, теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно.